Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, как и всегда. Моя рекомендация вам, друзья, найти возможности, повод все-таки провести их замечательно и с хорошими настроениями в понедельник снова вернуться на площадки. У нас сразу будет в понедельник две встречи. Это на брифинге и в ходе вебинара «Правильный понедельник», где мы крупными мазками снова поговорим об основных фундаментальных тенденциях, которые сейчас есть на финансовых рынках. Но прежде чем уйти на выходные, давайте подведем итоги торговой сессии четверга и посмотрим, что же интересного у нас будет на закрытие очередной пятидневной дистанции нашего с вами такого спекулятивного забега. Начнем с нефтянки. 58.33. Друзья, наверное, нужно было все-таки потише сказать уровень, чтобы не накаркать, потому что нефть снижается. И я считаю, друзья, то, что именно распродажи вчерашнего торгового дня, то, что эти распродажи были подхвачены на азиатской сессии пятницы, это неплохое начало, чтобы в такой же коллекционной динамике провести вообще всю торговую сессию, уйти с таким медвежьим настроем на выходные, на следующей неделе снова продолжить тащить инструменты вниз. Эффект от инцидента с ракетным ударом по порту в Триполи он уже фактически сведен к нулю. То есть рынок об этом даже и не говорит. По поводу санкций США в адрес Венесуэлы и течерней компании Роснефти также как-то очень быстро этот фонд переварили. Что касается распространения китайской коронавирусной инфекции. Да, это, конечно же, фундамент. Это с большой буквы. И до сих пор все, кто пытается спрогнозировать, опять же, что может произойти в плане влияния вируса с мировой экономикой, делают лишь предварительные наброски, потому что такого прецедента еще, друзья, не было. И учитывая, что произошло с китайской экономикой по итогам последнего месяца, ну, конечно же, в пору строить самые пессимистичные прогнозы. Вот где-то давно я прочитал, что самым лучшим индикатором состояния вообще экономики является спрос на товар длительного пользования, например, на автомобиле. Так вот, друзья, за февраль спрос на автомобили в Китае снизился, будьте готовы к этой цифре, больше, чем на 90%. И неужели у кого-то из вас есть еще сомнения, что в последующем месяце мы будем получать доказательства катастрофического эффекта негативного на китайскую экономику со всеми вытекающими отсюда последствиями для нефтянки, потому что Китай, он и генерирует основной спрос на углеводороды. Есть также у нас еще и негативный момент, связанный с Японией. Я думаю, что давление, которое мы видим, серьезнейшее на японскую иену, обусловлено тем, что трейдеры уже закладываются под неизбежную, друзья, рецессию. Последние показатели экономического роста худшие за 6-7 лет. Мы говорили также о потребительской активности, состоянии промышленного сектора, там сплошные минуса. Все готовятся к рецессии. Япония – это третий основной импортер нефти в мире. Также я делал акцент на прогнозы Международного валютного фонда, СНП, которые объективно оценивают ситуацию и не стараются приукрасить реальность, действительность в плане того, что последствия негативные будут не такими же и негативными, и не нужно хоронить мировую экономику. Они довольно очевидно уже оценили эффект спада больше, чем в 1,5% для китайской экономики. В принципе, аналогичные потери, я думаю, ждут и мировую экономику в целом. На нефть также надавили еще и данные по запасам, друзья. Рост по официальным данным администрации энергетической информации на 400 тысяч баррелей. Не важно, насколько статистика со знаком плюс, вот, пожалуйста, и логичный отклик на нефтянку. Дальше идем. Доллар иена 111.93, локальный хайс 112.22. Друзья, доллар растет. Почему? Потому что опирается на статистику, на последние протоколы, которые подтвердили желание Федрезерва последить за ситуацией дальше, поскольку американская экономика очень хорошо справляется со внешними рисками. Фактически, эффект того же самого вируса, он ничтожен для экономики США. Ставки не будут снижать перспективы, я думаю, даже 2020 года. Доллар на этом пользуется сейчас большим спросом. В частности, еще его конкуренция с иеной, только что сказал, друзья, тут маячит уже на перспективе рецессия, на горизонте, поэтому японскую иену сбрасывают. Соответственно, по ожиданиям по этой валютной паре. У нас очевидно уже развитие восходящего ралли, и здесь нужно метить на уровне, там, ближе уже к отметке 113-114 иен за доллар. Золото 1628. Друзья, здесь вообще перевыполнение всех планов. Экстра прибыли, если вы держите длинные позиции, друзья, вы молодцы. Я, как вы помните, вышел раньше из этой позиции, и теперь остается радоваться за вас. Друзья, золото будет дальше расти. Почему? Потому что все готовятся, как я уже отметил, к новым стимулам со стороны регуляторов, и все готовятся к новым девальвационным трендам. Ну, понятно, что золото действительно будет смотреться лучше. Евро против доллара. Сегодня очень важный день. Я допускаю, что сегодня мы можем увидеть еще один прострел вниз, потому что сегодня блок статистики по производственной активности, мы ждем эти цифры в 11.30 по московскому времени. Далее в 13.00 данные по инфляции. Вчера вышел протокол и тезисно, что было важно. То, что ставки останутся на отрицательной территории. Политика будет ультрамягкой в течение длительного периода времени. Но самое важное, друзья, может быть, на это никто не обратил внимания, но я обратил, в этих протоколах ни слова не было про вирус. Это значит то, что протоколы фактически отражают итоги заседания, которые провел Европейский Центральный Банк еще до сообщения о приостановке вообще всего промышленного сектора Китая. Напоминаю, что для европейской экономики китайский рынок сбыта один из самых основных. Поэтому в ходе следующего заседания Европейского Центрального Банка регулятор, понимая прекрасно, что спад экономики Китая приведет к такому же спаду, ну, аналогичному, похожему, и в рамках еврозоны будет предпринимать проактивные шаги и действия. Речь идет о новых экономических стимулах и под них уже закладывается, друзья. Ждем евро еще ниже. Фонд против доллара 1.2848. Это лоу вчерашнего дня. Я поздравляю, друзья, мы достигли нашей цели. Я со спокойной душой выдохнул, пофиксил большую часть объема. Объемы немножко еще держу, потому что сегодня день важный, и хочется поторговать по статистике. Сегодня сразу выйдут данные по производственной активности и по сфере услуг. Это важнейшие индикаторы состояния британской экономики. Если отчеты разочаруют, фунт окажется ниже уровня 1.28. Легко, друзья. В пользу коррекционной динамики также сложности в переговорах между ЕС и Англией. Я сегодня попытался найти детали того, в чем они заключаются, потому что были сообщения в рамках вчерашнего дня. Но, к сожалению, не смог найти каких-то вразумительных комментариев в каком-то бреде. Речь идет. Ну, нужно еще разобраться. Дайте мне пару дней. Я думаю, что в понедельник будет информация. В общем, по фунту. Если держите короткие позиции, друзья, я с вами. Я считаю, что фунт просяет еще ниже. И мы сможем на этом заработать. Австралиец 0.66.09. Летим вниз. Здесь тоже переуполнение всех планов. И также хочу перед выходами поздравить с тем, что австралиец стал одной из самых удачных сделок в рамках этой недели. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.